Всем фуд привет! Меня зовут Макс Брандт, вы на моем канале смотрите свежий обзор особо интересного ресторана. Я 6,5 лет живу в Москве, поэтому чаще всего снимаю видео про столичные заведения, но раз в месяц наведываюсь домой в Питер. На обоих моих ютуб-каналах, да их два и на оба нужно подписаться, есть плейлисты с обзорами ресторанов Петербурга. Как говорится, все для вашего удобства. Туда добавится и сегодняшний, новый ресторан, которому чуть больше месяца. Мама рада. Не путайтесь с московским, мама будет рада. Чем же меня заинтересовало это грузинское заведение? Все просто, ценами. 35 рублей за хинкали. Видали? Бистро с самыми низкими ценами в Петербурге. Господа, которые сейчас находятся в Грузии, напишите, пожалуйста, в комментариях, если у вас хинкали дешевле полутора лари за штуку. В Москве я точно дешевле не видел. Самые доступные на моей памяти были в кафе Юг около флакона и стоили 45 рублей. Вот это, кстати, прям приятно. Она по размеру не меньше, чем средняя и точно выгоднее, чем в кавказской плейлице. Там, по-моему, 150 стоила одна штучка. Но это было полтора года назад. Сейчас классика стоит 60 рублей. Про маму раду я ничего толком не знаю. Информации минимум. У них нет сайта и соцсетей только ВК. Может, и вообще не существует. В общем, поедем разбираться на месте. Но перед этим прошу поставить лайк. Это продвигает видео в рекомендациях. Спасибо. Господа, думаю, не стоит говорить о том, в какое непростое время мы живем. Санкции сыплются со всех сторон, и многим приходится не сладко. Особенно предпринимателям. Если вы один из них, то эта информация для вас. Разрешите представить модуль банк. Первый банк для предпринимателей. Он полностью частный, поэтому не попал ни под какие санкции и продолжает стабильно работать по SWIFT. Кроме того, в сложившейся ситуации модуль банк запустил новый тариф стартовый с абсолютно бесплатным обслуживанием навсегда. Никаких ограничений по оборотам или срокам деятельности. Переводы и пейер лицам в другие банки бесплатно. Бесплатная бухгалтерия для ОСН 6% и переводы на карты физлиц до 250 тысяч рублей. Без комиссии. А если работаете с маркетплейсами, советую обратить внимание на тарифы Seller и Seller Pro. Вывод прибыли на личную карту без лимитов. При выводе до 5 миллионов рублей в месяц комиссия 0%, а далее всего полпроцента. Снимать прибыль в любых банкоматах можно также без ограничений. Кроме того, банк может бесплатно отснять для вас фото товара, создать карточки и даже сделать дизайн. Все это и многое другое от 490 рублей в месяц. В общем, модуль банк заслуженно носит звание первого банка для предпринимателей. Выбирайте тариф, открывайте счет и масштабируйте свой бизнес с модуль банком. Ссылка в описании. Первое впечатление следующее. Светло, просторно, но уютно. Вмещение длинный пенал и грамотная расстановка столов. То есть, вроде как они довольно широко друг от друга, но нет огромного расстояния. То есть, и официантам удобно ходить, и ты не чувствуешь себя ни в одиночке в огромном таком поле, ни тесно. Вот баланс. Это вот то, что хочется отметить. Музыкальное сопровождение приятное. Ни громко, ни тихо. То есть, опять же, в самый раз. И давайте перейдем к меню. Вот это, конечно, удивляет. Хинкали с мясом 35 рублей. Я понял, если бы там с зеленью или с сыром, но с мясом 35 рублей. Я так смотрю за столами, они нормального размера. В чем секрет? Вообще непонятно. Возможно, знаете что? У ресторана такая позиция, что вот мы месяцок поработаем, оборот будет миллиардный, но прибыли нет. Либо они как-то с поставщиками договорились, что им за бесценок отдают продукты. В общем, пока вообще непонятно. Но хинкали 35 стоит, а соус 45. Представляете, соус дороже, чем еда. Ля кебаб три штуки, горячие, десерты, хачапури тоже возьмем обязательно, салаты. То есть, буквально одна страничка. Лимонады, тархун, абрикос, миндаль, интересно, личи и гранатовый с вишней и мятой. Ну, тут-то, я надеюсь, хотя бы сиропы, а не настоящий абрикос там и так далее. Потому что это тогда очень странно. Мы тоже продегустируем. Все блюда из нашего меню можно есть руками, кроме супа. Его можно вилкой. Юморок легкий, вот тоже такой люблю. Опа! Настойки. В количестве двух штук, как раз видим, и фихуа и страгон. Аперитив, малиновая, дежестив. В общем, делаем заказ, ждем и решаем, нужно ли вам сюда идти или нет. Хинкали, пожалуйста, с мясом, сыром и вялеными томатами. Ну, тогда, видимо, и все остальные. Можно же по одной заказать? Ну, конечно. Так же здесь меню нет, но у нас есть еще хинкали с чулугуни. Секретные хинкали? Именно так. А сколько стоит? 45 рублей. О, секретные хинкали за 45. Давайте все шесть видов. Хорошо. Хачапури, я думаю, что есть смысл взять только по-аджарски проверить, потому что, ну, по-мегрельски просто такая получается. Лепешка с сыром, с зеленью тоже вряд ли удивит. А вот по-аджарски вот прям, ну, вот. 330 рублей. Все ли? Это без скидок, без всего? Это без скидок. И через месяц у вас не повысится цена? Я думаю, что нет. Очень маловероятно. Ну, надеюсь, вы еще будете столько работать, потому что, ну, у меня пока не сходится вот бухгалтерия ваша. Ну, потому что это очень дешево. Я согласен. Ну, мы хотим показать, что вкусно, это не значит, что это дорого. Ну, я надеюсь, докажется. Так, из салатов. А по-грузински это что? По-грузински овощной салат с томатами и окульцами, зеленью и заправку на основе грецкого ореха. То есть, вот Грузия только в грецком орехе, по сути, ну, выражается. Груб, говорят, да. Ну, давайте, давайте так. Супы. Вот хашламу или харчо? Харчо будет достаточно такой островатый на основе говядины с рисом и томатом. А вот что повыгоднее, посытнее? Вот прям, чтобы вообще, да. Все-таки это будет хашламу с бараниной, с амбульон, с бараниной, с томатами, болгарским перцем и картофелем. За бараниной, за 270 рублей. Да, все верно. Посмотрим, какой там кусок баранины. Давайте. Из горячего что посоветуете? Можно два из пяти. Из горячего советую попробовать долму. Все-таки Грузия. Все-таки грузия. Сырится больше с долмой. Нясо говядина, рис. Все это соусом бацон. Супер, давайте. И так же, как у нас все будет такое мясное, я могу вам порекомендовать это надо-либо лобио. Красная посоль с аджикой, либо джобсандал, грубо говоря, обычное рагу с картотелем, томатом, молокраским перцем и баклажаном. А, и это еще не все, конечно. Потому что, потому что как же без аперитива и дежестива. Все верно. Давайте фихуа эстрагон в начале. Перед всем о малиновой, за лакируем весь плотный обед. Вот, ну я думаю, что так. Или может быть вместо этих настоек, ну вместо какой-то из них что-то есть другое. Я бы все-таки рекомендовал именно на стойке для аперитива и дежести, потому что там будет все, например, если чачи и плодовый десерт, мне кажется, они чуть жёстче. Вот вы сейчас как-то меня чуть, конечно. Ну ладно, я сам выбрал первое. Это не то, что мне говорят, что чачи для меня слишком сильное будет. Я уже вызов давно не принимаю, поэтому и сейчас вызов не приму, приму своё решение первое. Спасибо. Аперитив. Настойка фихуа эстрагон за 190 рублей. Аромат. Ох, сладенькая конфетка. Причем не только тархун чувствуется, но и фихуа. Ну слушайте, ребятушки. Здесь прям честные 40 миллилитров. За ваше здоровье, господа. Легко, с небольшой горчинкой на послевкусие, но в целом такой вот сладковатый флёр. Некоторым и на дежести подойдёт, кто не любит очень сладкое. Ну, для начала за 190 рублей норм. Раздел салата и закуски. Блюдо бодриджани стоит 295 рублей. За такую цену порция приличная. Это, я так понимаю, нигзяни-бодриджани, то есть помимо ядер гранаты, здесь ещё и грецкий орех. В аромате баклажан, грецкий орех и пряности. За ваше здоровье, господа. Свежо, хорошо, вкусно и масляно. А закуска за 300 рублей вообще топ. А это возьмём с гранатом. Так, чуточку, но вкуснее. А это у нас салат по-грузински и стоит 280 рублей. В принципе, порция тоже приятная. Крупно-грубо нарезаны овощи. Идёт заправка на основе грецкого ореха. Также много зелени. Ну, на самом деле, вот так если сделать, то очень сытно за такие деньги. Даже в Питере. Начнём с такого вот огурца неочищенного и такое чувство, что немного жёсткого. Ну да. Пожевать этот салат придётся. Это у нас с помидором. На вид средней спелости. По вкусу выше среднего. Солноватая, чуть пикантная заправка. Вообще огонь. Идёшь, на самом деле, взять бы шоти, лепёшечку. Да к этому салату вообще было бы замечательно. Не очень понятно, что здесь грузинского, кроме грецкого ореха. Ну, вкусно. Ну, а как было бы не вкусно, если по сути огурцы, помидоры, лук, зелень и небольшая такая вот пикантная, благородающая заправочка. Ну, то есть тут всё понятно. И цена на самом деле честная. Если что, это я попросил официанта перемешать. Думал, что будет как в супре. Так же витьевато с рассказами не было, но, в принципе, дело перемешано. Хачакури по-аджарски 330 рублей. Ну, порция приличная. За такие деньги так вообще хорошо. Очень тонкое тесто. И вот, правда, даже в уголках есть сыр. Давайте пока не заинделело, ещё перемешаем. И, собственно, возьмём это всё, лайк за пар, на тестовый уголок. Вкусно. То есть пока не очень понятно, на чём мне здесь сэкономили. Ну, с другой стороны, сыра, ну, небольшое количество, нормальное. Желток, тесто. Понятно, что любое хачапури стоит недорого по себестоимости, но не везде такие цены. И сорочина растянется, но на 5 обломовых точно. Вот так вот. И перемешиваем ещё, добиваясь вот такой вот аппетитной, ароматной массы. И вот так вот защипим. Я бы смело за это отдал на рублей 400, 450. Санёльчик, вот как думаешь, в чём подвох? Посмотрим через 2 месяца. Ну, типа того. Посмотрите, вот. Сырочек, пар. Вот так вот тянется. Я вот это обожаю. Не знаю, как вы, но я люблю сыр, люблю тесто. Люблю, когда горячо. И, честно скажу, люблю, когда недорого. Не час, это бывает в моей практике, но здесь просто какой-то кайф. Раздел супы. Это у нас хашлама стоимостью 270 рублей. Вот за счёт мисочки ощущение, что порция небольшая. Жидковатый. И это всё-таки хашлама по-армянски, потому что из баранины. У грузинов, насколько я знаю, чаще всего идёт говядина. Так, много помидоров. Мясо для такой порции огромное количество. То есть раз, два, три, как минимум три пуска. И, в принципе, выглядит сыпло. Как водится, начинаем с бульона. Весной, на вальсе, в меру солоноват. Чувствуется овощная нота. И в первую очередь от помидоров. Ну, хорошая такая, по хлопке, за 2,7 рублей. А мясо, ну, правда, удивляет. Не то, чтобы это совсем сверхдёшево, и я не понимал, как такую цену можно брать, в отличие от хинкали. Но здесь не так, чтобы прям наживаются на гостях. Бараника хороша. И подождите. Давайте я вам покажу её разваренность, нежность. То есть вот, волокно, волокно. Вот так вот. Раз, два, три. И отличный наваристый супчик. По погоде самое то. Такую цену вообще шикарно. Хочется, честно, уже после стольких блюд придумать какой-нибудь вот негатив. Что можно исправить, добавить, не повышая цену. Но вот объективного ничего нет. Ну, порция не хлебосольная. Ну, это... Она нормальная. Идите-ка сюда. Посмотрите, сколько гуще. Мясо мы уже проверили. Овощи тоже в большом количестве. Они приятные, ароматные, аппетитные. Вот, господа, по сути, то, ради чего мы пришли. Различные хинкали я взял все шесть видов. Пять, которые в меню, и один секретный. По виду они не такие большие, как бывают, но и не микро. Это должно быть вкусно, иначе, как бы, нет смысла. Начнем мы с классики. Хинкали с мясом. 35 рублей. Эту цену я называл за этот ролик, ну, раз, наверное, 10. Потому что, ну, правда, я дешевле не то, что не ел, не видел. Пар лайк. Тяжеленькие. И надеюсь, что там прям, ну, реально хорошо. Бульоны на полтора глотка. Пока что он слишком, вот, пряный, слишком соленый. Ну, опять же. Вы попробуйте именно мясо с тестом. Какой-то есть привкус. Вот, пока не выяснилось такое, но вот дешевое мясо, возможно. Вот, да, что-то смущает. Вроде по перцу все хорошо, по количеству начинки тоже, то есть, ну, почти вся полость, она в мясе. Но не самые вкусные. И тесто чуть-чуть как будто не доварилось, то есть, оно такое полусырое. Как будто бы чувствуется субпродуктовость или вот посторонний вкус от мяса. То есть, это отчасти мясной вкус, но не смех волокон, а вот какое-то дополнение. Са 35 рублей, конечно, хорошо, но это первое блюдо, которое мне так понравилось, чтобы его перезаказать. Вяленые томаты с сыром за 40 рублей. Такой плотный мешочек. И сразу, да, вот сыр, томаты, зелень, перец. Тут, на самом деле, сразу пахнуло, знаете, чем? Начинкой от пиццы-ресторанта. Да, это вот если вы слизываете с крутящего теста, от тонкой пиццы, это получается. Вкусно за счет того, что это не классические хинкали, и ты не ждешь вот уровня традиционных. Вполне себе, 40 рублей точно стоит, и это можно брать тем, кто хочет просто вот поесть сыра, с фиальными томатами, с тестом и так далее. Опять же, начинки не жалеют. Хинкали с лишней и творогом также за 40 рублей. Такая плоская хинкали, грибок, хотя это лишний и творог. Пахнет тестом. О, ребятушки, а вот здесь прям десертное великолепие. Это, по сути, такой хинкали-вареник. То есть мы идем по нарастающей. Первые были средневатые, но за такую цену норм. Вторые были хорошие, ближе к отличным. А вот эти прям великолепные. И это я бы повторил. Реально вкусные. Прям вот творог настоящий. И такая сладковатая, кисловатая вишенка. Повышаем ставки хинкали с грибами за 45 рублей. Ммм, ребятушки. Какая-то, по сути, такой жульенчик. Так, сливочная подлива, хорошие грибы, шампиньоны. Но при этом все тоже пушисто, приятно и реально вкусно. Здорово. То есть когда грибочки с ароматом, со вкусом, и когда это все обрамлено в классный, приятный, здоровский, вкусный сливочный соус, да еще и в тесте. Просто здорово. 45 рублей – идеальная цена для этого. Грибов они не пожалели. Там же шампиньоны, надеюсь? Да, да, шампиньоны. Слава богу. То я уж думал, что... Ну да, там другие просто быть этого цену не могут. Самая дорогая хинкаль из тех, что есть в меню с бараниной за 50 рублей. Такое прям тяжеленькое, не знаю, с чем связано, но чувствуется массивность. Мясо такое чувство, что поменьше, чем в первой, но тоже чувствуется. И вот, смотрите, сколько здесь бульона. Я ведь его еще не допил. Равноватый, прям курдючный. К сожалению, мы вернулись к уровню хинкали с мясом за 35 рублей. То есть, да, баранина, чувствуется вот курдючность, но это, видимо, самая дешевая часть баранины. В прошломе было вкуснее, потому что там были цельные куски баранины. Здесь же, видите, со специями, с жиром, и опять же, есть такой вот вкус дополнительный, который очень удешевляет. Я, в принципе, не знаю, насколько возможно сделать дешевые хинкали с мясом. Ну, то есть, это я не советую брать. Можно на пробу, но вот останется такое жирное послевкусие и все-таки курдючность. Я все понимаю, но, как бы, которые не мясные, они прям шикарные, либо близки к шикарным, которые вот классика и баранина, ну, на троечку. Да, за сушитом цены. Секретная хинкаль в сулугуни за 45 рублей. Ну, такая тоже аккуратненькая. Да, то, что у нас было приятным в Хачапуре, то у нас и хинкали. Чуть сломновато, насыщенно и, конечно, вкусно. Прям здорово. Раздел горячее. Это у нас долма, 350 рублей. Мясо в виноградных листьях и мацони. Вот так. Ну, кстати, в мацони здесь жиденький. Вот здесь, здесь вкусно. Понятно, что это блюдо сложно сделать вкуснее, чем базово вкусное. А на вторую долнинку, обратите внимание, здесь меньше мяса, чем первой. Да, понятно, по какой причине. Ну, вот первая была по мясистей, по сытнее. Тут тоже неплохо. То есть, вкус долмы остался. Приятные листья виноградные, маринованные, кисловатые. Мацони топ. Ну, тут на самом деле беспрекрас. Просто неплохая закуска, как в бадриджане. Слышу ваше сприводливое замечание. Но ведь в долме не обязательно должно быть мясо. То есть, там может быть только рис. С одной стороны, вы правы. Но здесь мясо заявлено, потому что его мало. Понятно, что они хотели в цену ужаться. Потому что его и так, в принципе, одно из самых дорогих блюд в меню. Но вот как будто бы опять немного их ценообразование переиграло. Как и в хинкале мясные. То есть, можно было сделать там за 450 рублей. Да, но тогда концепция бы порушилась. Можно было бы добавить еще мясо, помимо риса. Можно было бы, но тогда не очень бы мэтчилось по бухгалтерии. Не в каждом блюде здесь получилось найти золотую середину. Раздел люля-кебаб. Люля-кебаб из цыпленка за 350 рублей. Вот здесь, на самом деле, все логично. Цена невысокая. Цыпленок не очень дорогое мясо. Если будет вкусно, то будет замечательно, выгодно и стоит взять. Пока что я вижу сочность. Вот такая вот у нас цыпа. Горячий. 30 секунд. Вкусно, но я не вижу отверстия от шампура. Значит, что его делали на углях. На самом деле, на вкус это особо не повлияло. Здесь есть небольшая такая копченость. А, ну да, его делали на гриле. Нормально. Нет супер восторга, но за вот это вот все отдать такие деньги можно смело. Давайте отрежем кусочек такой же сочный и макнем в соцелеле. Очень годно. Хочется чего-то горяченького, но не жидкого. Это ваш пен. Твердая четверка. Не идеал. Не самый вкусный мякебаб, который я пробовал. Но достойный и честный. Раздел горячее. Это у нас аджапсандал. На самом деле, у них и сациви, и аджапсандал. Раздели горячие. Это горячие блюда. Так, здесь очень много томатной пасты. Перец, зелень и, конечно же, большое количество главного ингредиента – баклажана. Ну, по сути, такое овощное рагу. Стоит 270 рублей, и это тоже супер недорого. Да, здесь только овощи, но при этом порция такая вот сытная. Такая вот эта горячая закуска. Вот так вот. За ваше здоровье, господа, и лайк за пар. На самом деле, это и правда горячее блюдо. Поэтому, пускай, сейчас тринь. Здесь очень острый соус, плюс овощи горячие, поэтому эффект жгучести и тепла на X2. На самом деле, аджапсандал, как аджапсандал. То есть, тут ничего выдающегося, ничего плохого. То есть, просто овощи тушеные в большом количестве горячие, острые, недорогие. Десерт. Награда за еду, мы при нем всегда освежаем рецепторы. Это у нас морс, один из многих напитков, которые делают сами. 80 рублей за стаканчик. Забористый и ощущение, мечта, что он как будто немножко подбродил. Натуральный, с осадком, терпкий, с характером, ну, хороший. И вот плюс огромный, что натуральный. Десерт, награда за еду. Пахлава стоимостью 160 рублей. Половинка грецкого ореха и очень пропитанная медовая пахлава. Хотя, потому что она будет понежнее, вообще не режется почти. То есть, по сути, как печенье. Ну, давайте пробовать. Из холодильника, из такого прям глубокого. Лежала, нас ждала. Ну, это, конечно, брать не стоит. Возможно, кому-то пойдется и посвежее, но нет. Это, к сожалению, даже за 160 рублей брать не стоит. Ну, да, вот тут видите, когда мы хорошо прошлись, такие как будто даже шероховатости, потертости и царапины. Малиновая дежестиная настойка стоимостью 190 рублей. Холодненькая и, скорее всего, вкусная. Кстати, по поводу сладости нужно узнать. У малины чувствуется также спиртозность. Я думаю, что будет такая же легонькая, как и первая. В целом, да. Пьется легко. Какой-то ягодно-фруктовый шлейф. Не супер насыщенный. Не супер классный. Но за свои деньги в этом заведении вообще норм. Можно и, конечно, чачу взять. И вот какие-то плодово-выгодные дистилляты. Но, опять же, настойки нормальные, не стыдные. И подставить заведению за свои деньги хороши. Счет наказания за еду. Мама рада. И предчек у нас вышел на 3 170 рублей. Это ни много ни мало 18 наименований. Там есть еда, горячее, десерты, напитки. На любом случае 18 штук чего-либо за 3 170. Конечно, чудес не бывает. Хинкали с мясом брать не рекомендую. Но есть ряд сильных позиций. Это заведение, конечно, не для тех, кто из другого города специально приезжает, либо из другой части города. Но если вы в пешей доступности или в доступности метро, то есть, чтобы потратить, по сути, на один жетон, то сюда можно и приехать. Я думаю, что местным зрителям вообще повезло. Не все идеально, естественно. И, как всегда, в описании ссылка на телеграм-канал, где все оценки по каждому блюду. То есть, мама рада за своим столом сидит с тремя или четырьмя детьми. Вот, мы заканчиваем уже. Итак, да, были блюда хорошие, были блюда посредственные. Прям суперпровального и там вообще детьми и деньги такого не было. То есть, ребята стараются сделать реально дешевый продукт, еще и вкусным. Не всегда получается, но большинству неплохо. В общем, вам спасибо за просмотр. Оплачиваем карту и оставляем чаевый. Вот официант был сегодня на пятерочку. Максим, мое почтение. Оставляем щедрый чаевый. Вот таким получился обзор. Надеюсь, вам было интересно и полезно. А если вы вкусно под меня поели, так вообще счастье и радость. Если обзор понравился, поставьте лайк. Также предлагаю подписаться на оба ютуб-канала и все мои полезные телеграм-каналы. Ссылки в описании. На следующей неделе выйдет большой фильм про гастрономию из рубрики, который давно не было, но многие ждут. Ждите вы. Вы уже всех. Макс Брандт. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok